РКС Самара предупредила об отключении холодной воды, информирует телеграм-канале железнодорожного района. 17 октября с 8.00 до 23.00 холодная вода будет отключена по адресам улицы Партизанская 141, 143, 143А, 146, 148, 158, по улице Тушинской 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, а также 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46 и 48, и по улице Авроры 68, 70 и 72. Адрес установки бойлера улица Партизанская 158. Экотуризм и экообразование будут активно развиваться в России. Фонд Компас и Минприрода договорились о сотрудничестве в рамках нацпроекта «Экология». Помимо участия в мероприятиях этих направлений, фонд также включится в работу, нацеленную на сохранение редких видов животных. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии говорится, что в данный момент выстраивается системный подход с целью сохранения лесов, водных объектов, чистоты воздуха, прорабатывается сфера утилизации отходов и рационального использования природных ресурсов. Фонд Компас в рамках экологического образования организует Всероссийский детский экологический форум в Челябинске 19 и 20 октября. Экспертную поддержку окажут специалисты Минприроды. В телеграм-канале Департамента опеки напоминает, что родителям близнецов двух и более детей, зачисленных в первые классы, предоставляются единовременные выплаты. Необходимым условием их предоставления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения до 30 ноября. Также оформление выплаты доступно на региональном портале Госуслуги. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 340-08-47. 1 декабря срок уплаты имущественных налогов напоминает телеграм-канале промышленного района. Оплатить налоги удобнее всего онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, через сервис оплаты налогов и пошлин и в личном кабинете на портале Госуслуги. Кроме того, оплату налога можно произвести в почтовых отделениях связи, отделениях банков или через терминалы самообслуживания.